всем привет вы на канале обитателей руины и сзади меня вы можете наблюдать руины руины усадьбы сегодня мы с вами посетим две усадьбы которые находятся достаточно недалеко друг от дружки и конкретно это называется усадьба зендикова подошли к одному из флигелей тут есть ощущение что кто-то копал вход в подвал в котором уже груды мусора как бы это ты-то пробежал не свалился никуда тут явно тусуется местная молодежь местные люди тут уже такие урбанистические джунгли и он кстати видно такие советские стены как обычно видите в два цвета окрашены стены и тут уже все кирдык лежит какая-то свечка возможно тут занимается каким-то еще оккультизмом но точно я ничего сказать не могу информации про это вот такой вот вид остался усадьбы еще где-то проглядывает фасад дизайн скажем так фасада и это был какой-то вход сбоку я не знаю получится ли подойти прям к главному входу ну видите тут даже вот есть такие перевалы уровне земли ой какая-то балка наверху и тут был выход в сад который тоже на сегодняшний день уже как видите зарос сад был шикарный просто там вот идем дальше по моему тут был главный вход к нему доступ уже так немножечко тоже зарос видимо лучше всего сюда приезжать осенью ранней весной чтобы не было так много зарослей всяких кстати хожу я по кирпичам какой-то зелени и вот такие вот перепады тут все-таки тропинку я нашла вот крапива тут везде не надо было опять одевать шорты на самом деле сейчас в москве жутко переменчивая погода то плюс 30 градусов то плюс 20 но вот такой вот вид так мы можем наблюдать главный собственно вход было три двери и такие вот полупруглые тоже входные пространство и остатки третьего этажа там уже лес по полный растет на самом деле конкретно эта усадьба примечательна тем что она была построена на рубеже двух стилей романтизма и классицизма в конце восемнадцатого века поэтому в ней как раз и есть слияние этих двух архитектурных стилей что является кстати большой редкостью в нашей области усадьба основана в последней четверти 18 века князем баратинским и оставалась в его роду около полувека в 1920-х годах имение было продано профессору ботаники а потом ректору мгу двегубскому далее зиндиковым владел помещик горохов а перед октябрьской революции 1917 года его сестра рядцева сейчас усадьба практически полностью разрушена сохранились лишь стены гидросистема усадьба тоже разрушена поэтому основная часть предусадебного парка превратилась в болото точное имя архитектора усадьбы к сожалению неизвестно автором проекта главного дома мог быть только мастер весьма узкого круга хорошо изучившие все тонкости высокого искусства палладианство к образцам которого относятся уникальный памятник архитектур палладинизм или палладиво архитектура это ранняя форма классицизма выросший из идей итальянского архитектора андреа палладио в основе стиля лежат строгие исследования симметрии учет перспективы и заимствование принципов классической храмовой архитектуры древней греции и рима тут остались петельки видимо от дверей и просто посмотрите на вот эту колонну я не знаю сама ли она так разрушается или ее кто-то приходит и ломает но если она обрушится мне кажется пойдет вся вот эта стена возможно и вся часть этой усадьбы округе уже все заросло лесом тут какая-то есть яма явно тут что-то было либо зарыто либо в свое время тут был какой-то мостик даже не знаю куда идти дальше потому что везде какой-то мусор везде падают кирпичи какие-то страшные тут конечно звуки присутствуют на этом здании садьба заканчивается там уже начинается сельская дорога и какие-то коттеджные домики удобно что местные жители проделали такую вот тропинку дорожку привет брат чуть фокус нету фокуса чуть не влетела вот в эту козявку все теперь точно влетела нависела на каком-то это паутинки смотрите как на втором этаже растет пытается расти береза и осталось еще перекрытие даже второго этажа тут в одном месте так все погребно весь второй третий этаж подо мной здесь внизу просеял уже потолок и как видите тоже все рушится палец можно еще увидеть балкон на третьем этаже каким он был как и у него он перекрытие а так просто уже мы в каменной коробке находимся хотя интересно что какие-то он еще провода железки все это присутствует еще не разобрали но все сто процентов хотя даже наверное кирпичи могли бы местные жители себе растащить в домах вот на входе в нашу эту тропинку просто дофига разного мусора какие-то ботинки бутылки видимо бывшие костры и это в принципе классика мы это наблюдаем почти на каждой заброшке но блин в таком открытом месте вот как бы уже дорога все тут катаются местные жители себе туда домой и прям вот тут уже помойка откровенно не знаю это прям жуткий какой-то жуткий вид дисреспект сейчас отправимся во вторую садьбу с ней история немножечко вроде как получше выдалась и судьба у нее не настолько плачевная но там тоже есть свои нюансы сейчас едем ко второй локации мимо таких вот дачных домиков и каких-то четырех-пятиэтажных зданий половина из них кстати кем-то уже ненужны не знаю может сейчас не сезон и все куда-то разъехались мы находимся не так далеко на самом деле от москвы наверно километрах в 100 как-то это немножечко выглядит странно пока ехали начался дождь синоптики пишут о том что он закончится ближе к шести вечера но мы уже приехали на вторую локацию к сожалению на дрон ее не сможем поснимать но выходим вокруг вон она виднеется за заборчиком сейчас к ней подойдем и так это усадьба тараскова как видите ее начинали в какой-то момент реставрировать а именно в четырнадцатом году это происходило но потом видите все постепенно застыло остался такой вот забор там я внутри вижу замок и сквозь щель можно увидеть главный дом первые упоминания об усадьбе тараскова появились 1750-х годах когда владелицей была помещица хрущева в 1870-х годах имение тараскова перешло к семье глебовых находившихся с 1901 года в близком родстве с львом толстым ими был выстроен дом стиле раннего модерна с элементами архитектуры средневековья советский период главный усадебный дом использовался для нужд сельхоза каширский в качестве клуба общежития административных помещений а после стоял никому не нужный и разрушался пока в 2014 году не состоялось рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды по усадьбе тараскова победителем стал единственная участница тендера казанская фирма и с джи она получила усадьбу в аренду на 49 лет включающую главный дом и прилегающую территорию с парком спустя годы показательные выезды чиновников минкульта московской области на объект культурного наследия прекратились и все остановилось благодаря внешней реставрации и постройки крыши усадьба не сможет просто рухнуть она простоит еще не один десяток лет ну что же обитатели как я вам говорила погода у нас сильно переменчивая поэтому к сожалению не получилось запустить с трона но я надеюсь все таки у меня получилось более-менее вам презентовать эти обе усадьбы и надеюсь что вам это видео понравилось а если так то ставьте пальцы вверх пишите комментарии делитесь этими друзьями подписывайтесь и не забывайте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые интересные видео всем что вам понравилось и подписывайтесь на канал и подписывайтесь на канал и на канал и закрыть мне потом поспешите вверх по-другому так как так вот покажу вам